Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами разберем вопросы, связанные с железодефицитом. С вами на связи Гузель Курманова. Я практикующий врач, акушер-гинеколог, детский гинеколог. Рада приветствовать вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Итак, почему же железо заслуживает отдельного и пристального внимания в контексте разбора вопросов, связанных с женским здоровьем? Почему же так важно устранять железодефицит, устранять анемию? Потому что вообще железо – переносчик кислорода в организме. И железо входит в состав более 100 содержащих ферментов, которые участвуют в формировании иммунитета, поддержании функций различных органов и систем. Поэтому роль железа в организме просто огромна. То есть железо вообще – это кислород. Соответственно, без кислорода нет жизни. И это тоже важно понимать. Железо в организме вообще существует в трех состояниях. Оно бывает клеточное – это гемоглобин, миоглобин. Железо транспортное – это трансферин. И железо депо – это ферритин. А анемия – всегда вторичное состояние. То есть причина анемии, она на самом деле лежит в чем-то глубже. То есть анемия – это просто следствие. Поэтому важно всегда при коррекции анемии, конечно же, искать причину. И это тоже очень важно. При анемии, я вам уже сказала, то есть дефицит кислорода. Соответственно, в результате этого в организме развивается гипоксия. И из-за этого может страдать как общее самочувствие, так и функция других органов и систем. Поэтому это тоже нужно понимать. Как же вообще связано анемия и женское здоровье? Вообще, на самом деле, в организме у нас все взаимосвязано. И я не устану повторять, что у нас в организме нет отдельно работающих органов. На самом деле, наш организм – это единая комплексная система. И, соответственно, здоровье женщины напрямую зависит от здоровья и работы каждого органа, каждой системы. И железодефицит напрямую точно так же связан с женским здоровьем. И напрямую связан в частности с такой важной железой в организме, как щитовидная железа. Анемия в организме, она вызывает гипотиреоз. И гипотиреоз, в частности, может вызвать анемию. То есть это такие два взаимосвязанных, сочетанных состояния. То есть, как правило, обычно, если есть нарушение функции щитовидной железы, гипотиреоз, то очень часто он сопровождается наличием анемии. И наоборот, если есть анемия, то это может привести к развитию гипотиреоза. Поэтому это тоже серьезные состояния. Какие же причины приводят к появлению железодефицита в организме? Во-первых, погрешности в питании. То есть люди, которые исключают полностью поступление железа извне. То есть это люди-вегетарианцы. Гиперменструальный синдром. То есть обильная потеря крови, связанная с эндометриозом, миомой и другими гинекологическими состояниями. Беременность, лактация. У спортсменов при повышенных физических нагрузках. Различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Язвы, эрозии, геморрой, синдром избыточного бактериального роста. Вот эти все состояния могут приводить к развитию анемии. Также если человек является донором и у него постоянно есть кровопотери. Это также может привести все к развитию анемии в организме. Какие же есть вообще симптомы железодефицита? То есть по каким признакам мы можем догадываться, что у человека в организме развивается железодефицит? И здесь целый ряд характерных симптомов. Во-первых, это могут быть синяки под глазами, раннее появление морщин, тусклый цвет лица, выпадение волос, появление ранней седины, слабость, утомляемость, одышка, утренняя разбитость. Когда человек с утра встает, как говорится, встал и уже устал. Зябкость, мерзлявость, повышенное сердцебиение. У человека характерный может быть географический язык, изменение ногтевых пластин. Когда на ногтях пропадают лунки, это тоже признаки железодефицита. Бледность кожи, изменение вкусовых привычек, желание съесть мел, какую-то сырую крупу, частые простудные заболевания, наличие язвочек в ротовой полости. Дальше, у человека раздражительность, перепады настроения, головные боли и ненаступление беременности. То есть, если вы не можете забеременеть, здесь тоже нужно исключать железодефицит. И, соответственно, всегда при коррекции железодефицита важно, конечно же, в первую очередь найти причину, которая привела к железодефициту. Устранять эту причину и параллельно восполнять железодефицит. Важно, кстати, еще понимать такой важный момент. Это то, что железодефицит, как правило, он бывает не сам по себе, то есть он обычно развивается вместе с сопутствующими, с другими дефицитами. То есть тут тоже нужно это исключать. Важно, кстати, еще в коррекции железодефицита обращать внимание на сопутствующую патологию, которая может также мешать восполнению железа. Итак, про симптомы мы с вами поговорили, какая же у нас диагностика, как вообще ставится, на основании чего диагноз железодефицита, диагноз анемии. Вот здесь, конечно, диагностика у нас комплексная. Во-первых, на основе жала пациента, на основе данных осмотра. Далее, на основе лабораторной диагностики. Да, и здесь я рекомендую, конечно, смотреть развернутые показатели железодефицита, а не только ограничиваться общим анализом крови, как многие просто сдают общий анализ крови и говорят, ой, у меня там нормальный гемоглобин, значит, анемии нет. То есть это некорректно. Нужно обязательно смотреть полностью развернутые показатели железодефицита для того, чтобы можно было точно поставить диагноз. Лечение является комплексным, то есть, во-первых, необходимо найти и устранить причину, причинно-следственную связь, поэтому мы работаем над устранением причины железодефицита, корректируем, восполняем сам железодефицит, устраняем сопутствующие дефициты. И вот только комплексный подход поможет нам вылечить это состояние. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне на индивидуальную консультацию для разбора конкретно вашей ситуации. Желаю всем огромного здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok